Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и я хочу немножко сегодня поговорить о том, стоит или не стоит брить лицо, убирать волоски с лица. Недавно мне моя подписчица написала, что вот сейчас есть такой тренд, и в Америке очень многие специалисты красоты предлагают нам удалять волосы с помощью бритвы, что если побрить лицо, то сразу кожа становится более гладкая, лучше впитываются средства в кожу по уходу за кожей, и лицо становится таким гладким, идеальным, макияж становится тоже более безупречный. Да, честно вам скажу, я соглашусь с этим, я сама брею лицо уже много лет, и мне нравится результат. Значит, кому это нужно делать, и кому это не нужно делать? Ну, первое ограничение, это, конечно же, воспалительные процессы на лице, это акне, это прыщи, это различные виды аллергии, то тогда нет. Тогда лучше обратиться к косметологу, дерматологу, и вылечить кожу, и только потом, если вам уж очень надо убрать эти волосы, вы их уберете. Если у вас таких проблем нету, то действительно, когда кожа без волосков, то макияж смотрится более качественным, это не обязательно только для тех девушек, кто любит плотный макияж, это в принципе для всех подойдет, потому что, когда есть волоски, и они, ну, не маленькие, а, скажем, такого же среднего размера, потому что, когда волоски маленькие, это, можно сказать, кожа выглядит как персик, она просто бархатна, и действительно это красиво. Но если вы уже превращаетесь из персика в киви, то, возможно, это уже не так красиво. Поэтому, когда волоски достаточно длинные, когда вы делаете макияж, и не важно, это тональный крем или пудра, на эти волоски, пускай они будут белые, ну, просто оседать, что тональные средства, что пудра, и в итоге становятся они более заметные. То есть макияж приобретает уже не то качество. Как только вы удалите эти волоски, можно это сделать шугарингом, можно это сделать воском или бритье, то есть в чем разница? Тут в зависимости от вашей кожи. Например, я, когда начала удалять, я ходила к косметологу, делала эти процедуры у специалистов, и у меня была реакция на все эти средства, на воск, на шугаринг, на полоски. У меня из каждой поринки, где был волосок, был прыщик, и в итоге была такая, знаете, как бы борода из прыщей, усы и борода из прыщей. Это проходило в течение двух недель, это было некрасиво. В итоге я решила, что я просто побрею, и теперь я брею свое лицо где-то раз в месяц, максимум, ну, там, полтора месяца, вот. Этого достаточно. Значит, какие бывают опасения, мифы, да, что если брить лицо, то придется брить там каждую неделю. Нет, не придется брить каждую неделю. Они на лице не растут с такой скоростью, поэтому успокойтесь. Если бы после бритья волосы еще росли более жесткие, я бы 100% брила бы брови и волосы, чтобы у меня были гуще волос на голове и гуще брови. Вот 100%. Поэтому это миф. Во-первых, мы волосок как будто бы срезаем. Сам корень находится в коже, да, в эпидермисе. Поэтому, когда вы бреете, то вы как будто бы его подстригаете. Вы волосы подстригаете, вот вы взяли, обстригли, и у вас ничего не изменилось на уровне луковицы. Просто у вас ушла длина. На лице то же самое. У вас просто уходит длина. Поэтому это никак не влияет на то, что волосы будут расти гуще. Это миф. Я думаю, что в этот момент любой трихолог и специалист, который занимается волосами, посмеется на самом деле. Поэтому, почему есть такое ощущение, что они становятся жестче? Это иллюзия. Знаете, за счет чего? За счет того, что вы привыкаете вот к этой идеальной гладкой коже после бритья. Нету волосков. Вы ноги когда-нибудь брили? Я думаю, что каждая женщина, ну хоть раз, делала себе бритье какой-то части тела, кому что. И вы прекрасно понимаете. Вот вы побрили, и кожа прямо гладенькая, идеальная. Потом проходит время, и появляются волоски. И так как они подрезанные были, а не выщипанные, то, смотрите, когда у нас волос отрастает, у него хвостик тоненький. То есть от основания он идет толстый, и потом уменьшается. Когда вы его обстригли, по волосам это очень хорошо видно, такое ощущение, что волос становится плотнее. И прям чувствуется, ох, какие волосы хорошие стали. Вот здесь то же самое. То есть был кончик тоненький, ну допустим, это, не знаю, я возьму карандаш, да, вот. Идет хвостик тоненький, и вы его взяли, обрезали, и вот он стал толстый. И такое впечатление, как будто бы он стал более такой крепенький. И если вот так вот сделать, есть ощущение небольшое, что волосы стали пожестче. Но стоит этим волоскам чуть-чуть еще от растений, будут такие же мягкие, какие и были. Поэтому это миф. Волосы не становятся ни длиннее, ни гуще. Новые луковицы на лице точно у вас от бредя не образуются. Поэтому это просто тактильное ощущение, что вы привыкаете к гладкой коже. И естественно, как только появился волосок, вы сразу его ощущаете. Просто есть разница. Потом, значит, толще они точно не становятся. Если говорить про темные волосы, то темные волосы бывают такое, да, у кого-то меняется гормональный фон. И растут они больше или не меньше не от того, что вы их бреете, а от того, что у вас внутри есть изменения. Поэтому у вас появляются темные волоски, а не от бритья. Поэтому, если это какие-то парочку волосков, у меня вот тут есть один, который растет уже, не знаю, лет 10, я его постоянно выщипываю, и он опять растет. Вот, поэтому такие волоски единичные, да, их можно легко выщипать. Или сейчас есть, пожалуйста, лазерные процедуры по удалению волос. Сходите и удалите эти 2, 3, 4, 10 волосков, чтобы они не росли. Как раз лазером темные волосы легко удаляются. Ну и, соответственно, вот этот миф, что если волосы брить, то потом они будут более заметные. Потом они будут заметные. Потом это когда? И тут я тоже немножко не понимаю. То есть, если волосы брить, и когда они будут отрастать, они будут более заметные. А когда они у вас полностью выросли, они в этот момент незаметные, то есть мы чего боимся? Мы боимся, что когда они будут расти, они будут заметные. А если вы не будете их брить, никак удалять, то тогда, когда они у вас в полной длине, их типа никто не видит. Как это так? Такое не бывает. Потом, по поводу того, что волосы могут быть вросшиеся, на лице вросшиеся волосы, да никогда такого не было. Вы о чем? Это может быть только в каких-то других местах, но только на лице. Потому что здесь совсем другие по качеству они, они мягкие, светлые, поэтому вросшие волосы на лице у вас никогда не будет. Поэтому это тоже очередной миф. Соответственно, значит, кому нужно брить лицо? Если у вас волосы достаточно длинные, значит, еще раз, они могут на каком-то протяжении жизни быть незаметные, но из-за изменения гормонального фона действительно они могут стать длиннее. Поэтому, если вам это не нравится и делает такое лицо, ну, не совсем как бы чистенькое, макияж не такой ровный, то, в общем-то, я вам честно скажу, нет в этом ничего ужасного. Спокойно удаляйте и будете чувствовать себя значительно увереннее. Темные волосы, скорее всего, нужно удалить у специалистов-косметологов, которые занимаются удалением волос, и тогда тоже у вас проблем не будет. Все-таки, когда личико гладкое, ровное по цвету и по фактуре, потому что волоски, они создают вот такой немножечко эффект неряшливости, когда чуть, может быть, заметнее будут смотреться тональные средства. Поэтому, если удалить, вы реально выглядите моложе. Поэтому я за удаление в любом случае. Поэтому или пинцетом аккуратненько единичные волоски. Если это много пушковых, то, опять же, попробуйте сначала у специалистов, которые помогут вам сделать это качественно. Если у вас нет никакой реакции, великолепно. Если есть реакция, то тогда просто дома отдельно имейте бритву. И раз в месяц этого достаточно, не будут у вас они сильно расти, поэтому это все ложь. На себе проверено годами. Вот такие вот от меня рекомендации. Очень интересно ваше мнение. Будьте добры, напишите, пожалуйста, под этим видео, что вы думаете о том, нужно брить или не нужно брить. Или вы давно уже этим занимаетесь и прекрасно себя чувствуете. Мне будет очень любопытно узнать ваше мнение. Спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч!